Всем привет! С вами Даша и я рада видеть вас на своем YouTube-канале, посвященном моде и стиле. И сегодня я, наконец, снимаю для вас свое видео о покупках, которые я совершила, начиная с распродажи зимнего сезона. Это будет первая часть, и я надеюсь, что вам понравится это видео, тем более я для вас подготовила небольшой сюрприз, о котором расскажу чуть позже. Давайте начнем! Субтитры делал DimaTorzok Сегодня для вас я изучаю ассортимент бренда на его сайте. Это очень помогает при покупках, потому что вы целенаправленно идете за понравившимися вам вещами. Ну и, конечно же, если мы совершаем онлайн-покупки, мы хотим не только приобрести понравившиеся нам изделия, но и получить какую-то выгоду или скидку. И для этого я вам рекомендую использовать кэшбэк-сервисы. И самый удобный кэшбэк-сервис – это Cash for Brands, о котором я и хочу вам рассказать. Cash for Brands – это приложение с множеством положительных отзывов на iRecommend и отзовик. Чем же оно удобно? В первую очередь, вам не нужно копить определенную сумму средств кэшбэка для вывода. Вы можете выводить любую сумму, начиная с одного рубля. А на сайте вы также можете скачать удобное расширение для вашего гаузера, которое будет показывать сотрудничею ли этот магазин с данным сервисом кэшбэка и какой процент кэшбэка вы получите с покупки. Также можете скачать, если вам удобно, приложение на Android или iOS, которое занимает лидирующие позиции в Google Play. И как раз тот сюрприз, о котором я вам сказала вначале – вместе с Cash for Brands мы хотим разыграть для вас 5000 рублей на покупки на сайте Asos. Что необходимо сделать для того, чтобы поучаствовать в конкурсе? Переходите по ссылке внизу в луфобоксе, которую я для вас оставлю, и регистрируйтесь на сайте Cash for Brands любым удобным для вас способом. Я очень прошу не заставать вас множественной регистрации, поскольку это очень легко определяется, не лишайте себя приза. В своем кабинете вы сможете найти свой ID, который я вас попрошу указать в комментариях под этим видео. И уже 5 июля в своем Instagram аккаунте я рандомным образом выберу победителя, а также оставлю здесь в закрепленном комментарии. Желаю всем удачи, и я очень надеюсь, что вам повезет. И начать я предлагаю с того, в чем я сегодня одета. На мне тотал лук манго. Я уже показывала этот образ в одном из своих шоппинг-влогов. Мне очень нравится этот бледно-ментоловый костюм. У него широкие брюки с защипами, которые сейчас в тренде. Трендовая также футболка с принтом тай-дай. Босоножки на тонких ремешках, которые так похожи на модель из коллекции De Ro. И серьги из прозрачного пластика. Вообще, мне больше всего нравится межутерия в масс-маркете в манго, поскольку там всегда можно найти очень стильные и интересные модели. Но обратите внимание, что преимущественно вся бижутерия представлена на сайте. Уже неоднократно в своем инстаграм-аккаунте и влогах я говорила о том, что из верхней одежды больше всего я люблю тренчи. Поэтому в этом видео вы увидите сразу же три новых модели, которые я купила в этом сезоне. И начать я предлагаю стренчек из коллаборации Unicru и Джонатан Андерсон. Мне он очень нравится, поскольку повторяет модель из коллекции Burberry и Tibi, которые сейчас, кстати, на скидках и ссылки на них я укажу в инфобоксе. Мне нравится, что он двусторонний, и сейчас вы видите его изнаночную сторону с красивым клетчиком принта. И также красивая деталь на кармане, которая отлично сочетается с кожаными изделиями такого же цвета. В инстаграм-аккаунте я уже публиковала образы, где надевала этот тренч вместе с плесированной виниловой юбкой шоколадного оттенка и такими же кожевыми брюками. Следующие два тренча я приобрела на зимней распродаже Метапорте с очень выгодной скидкой. В этот сезон я открыла для себя интересный французско-корейский бренд ROG, который мне очень импонирует по стилистике. И я хочу вам показать этот тренч. У него потрясающий силуэт, очень красивый принт, который в себе сочетает несколько цветов. Это оттенки шоколадного, карамельного и бирюзового. Мне нравятся такие стейтвенд вещи, поскольку они не требуют к себе сложных дополнений. Вы можете носить его как отдельно, так и в сочетании с простыми футболками и джинсами. Красивую очень защиту на талии, которую структурирует силуэт. Несмотря на то, что тренч объемный, он все-таки сидит по фигуре. И, конечно же, потрясающие рукава с ремнями на запястьях, которые смотрятся очень изящно и женственно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Следующая вещь, которую я приобрела на Net-a-Porter, это Тренч Плащ от Ритво. Я уже показывала вам его в одном из своих люксовых шопинг-влогов. Мне нравится его нейтральный цвет и, как вы знаете, лагомания в тренде. Но в данном оттенке он вряд ли выйдет из моды, поскольку смотрится очень нейтрально. Также сзади у него присутствует такая вот эмблема с нашивкой ведьмом. И я предлагаю сочетать такой тренч, как и более casual стилистики, надеваясь с кроссовками, джинсами и футболками. Так я недавно в своем инстаграм-аккаунте публиковала образ, где надевала в более расслабленном летнем образе вместе с мюлями и серебряными брюками. Не отходя далеко от стилистики ведьмом, хотелось бы показать несколько вещей из масс-маркета, которые были созданы, вдохновляясь этим брендом. И первая вещь – это футболка. Это футболка Uniclo. Мне нравится, что на ней очень ненавязчивые бренды, как будто нарисованные фломастерами и мемками. У ведьмом была такая коллекция футбола, которая смотрится очень иронично. И сочетать ее можно как в более деловых образах, надевая вместе с костюмами, или, например, в casual стандартных образах вместе с джинсами. Продолжение следует... Следующая вещь в этой стилистике, которую я хочу вам показать – это макси-юбка из Бенюш, которую я приобрела на сайте Zara. К сожалению, она была представлена только онлайн, и ее разобрали в читальные часы. Мне очень нравится, что она выполнена из плотного денима. У нее присутствуют разрезы, она немного раскрешающаяся к низу, и ее отлично носить под ременью. Вы можете сочетать такую юбку, как надевая в casual стилистики с кроссовками и футболками, или, например, интерпретировать в похо стиле, надевая вместе с казаками и летящими блузами. И последняя вещь, которую я приобрела на распродаже на Тапарте – это также изделия из коллекции Рок. Но в данном случае это потрясающая груза необычного силуэта с бантом и пышным рукавом. Пышный рукав сейчас тренд сезона, но мне нравится эта деталь вне времени. Спинка от прожжи оригинально, она идет вот с таким вот глубоким разрезом, и вы можете надевать ее как на выпуск, так и, например, заправлять в юбку, что тоже будет смотреться очень необычно и стильно. Продолжение следует... В одном из своих предыдущих шоппинг-влогов я уже показывала вам костюм Зара видового оттенка, и я его купила в свой гардероб. Вообще, мне очень нравятся костюмы. В данном случае это двубортный жакет и широкие брюки с защипами. Костюмы отличны в первую очередь тем, что вы можете их сочетать с различной стилистикой, например, в кэжу, когда вы надеваете костюмы вместе с футболкой и кроссовками, или же классической, сочетая костюмы вместе с блузами и лодочками. Точно так же вы можете распаровать костюм и надевать брюки вместе с блузами и свитерами, а жакет сочетать вместе с платьями, юбками, джинсами или трендовыми велосипедками. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее я предлагаю нам с вами перейти к брюкам, которые я приобрела, и начать с модели брюк от Blankant. Это 100% кожа, эта модель была представлена эксклюзивно онлайн, они выполнены словно из немного сжатой кожи, и на сайте также присутствовала рубашка из такого же материала. Но вместе такие вещи я не рекомендую носить, поскольку образ будет слишком вычурным и тяжелым. А эти брюки отлично сочетаются с простыми вещами, которые снижают их претенциозность. И надевать их можно вместе с футболками, а надо выбирать кроссовки, мюли, как я сделала в одном из своих образов, или босоножки на изящных тонких ремешках. Субтитры сделал DimaTorzok Вторые брюки вы уже могли видеть в одном из моих шутболок из Zara. Я показывала эти джинсы. Мне нравится их посадка, они идут прямого силуэта, а внизу по внутреннему штуку у них идет разрез. Джинсы с разрезами вообще сейчас в тренде. Это могут быть как джинсы, так и простые брюки или леггинсы. И я взяла в размере 40, поскольку это коллекция TRF, и они немного малобелят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также я хочу показать в этом своем блоге два платья, которые я приобрела в этом сезоне. И первое блоге – это платье из коллекции Доп-шоу, которое, к сожалению, не было представлено в магазине, но я его нашла на сайте Ламода. Мне очень нравится его силуэт, пышный рукав, раскрешенная, брюсированная юбка. И у этого платья, обращаю внимание, нет подклада, но в данном случае он и не нужен, поскольку очень часто подкладка только портит платье. Смотрится оно очень изящно и жестко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И второе платье – это платье ЗАРО, более вечерней системе стихи. Я уже показывала в своем инстаграм-аккаунте съемку из вышлых скром-музеев с этим платьем. Мне нравится, что оно выполнено из такой немного бульсированной, жатой ткани, но самый главный акцент и достоинство этого платья – это, конечно же, вот эти вот банды на плечах. Подобный стилистический прием был использован на платье из коллекции Dior. И также здесь глубокий вырез, и вообще сам фасон платья смотрится, и делает фигуру более изящной и тонкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и еще в этом видео я хочу вам показать сумки, которые приобрела для себя в этом сезоне. Так получилось, что это максимально трендовые модели, которые актуальны именно сейчас. И начать я предлагаю сумок Mango. Первая модель – это сумка из деревянных бусин, которая стала актуальна с подачи бренда Культ Гайя. И мне нравится, что эту сумку вы можете надевать как в более круизном образе с летними летящими платьями, так и в более классических. Мне очень, например, нравится на контрасте сочетание такой сумки вместе с жакетами. Вторая сумка – это тоже муаку. Она уходлена из металлических колец. Несмотря на то, что она достаточно сложная по своей фактуре, при этом она нейтральна и сочетается со многими образами, особенно если это минималистичные костюмы или в сочетании тренчев вместе с джинсами. Ну и последняя сумка Mango. Я уже показывала вам ее в одном из шопингов-логов. Как раз надевала вместе с этим ментовым костюмом. Она также была и в черном свете. Это стопроцентная кожа. Их можно носить как вместе, две сумки одновременно, так и по отдельности. И что очень удобно, эту сумку вы можете носить как на премешке, или же, например, CrossBuddy, так и надевать как поясную сумку. Моя последняя сумка, которую я хочу показать, это модель из коллекции Zara, которая так напоминает про Эльза Скуллер. Они были представлены нам модем в последнем сезоне. Вареные дыни. Сама по себе сумка стейтлент, поэтому сложное зачитание, и к ней противопоказано. Надевайте ее с простыми джинсами, кроссовками, футболками. Я в одном из своих образов надевала ее с мемористичным тренчер-жилетом. На этом все. Я очень надеюсь, что вам понравятся те вещи, которые я показала, и образы, стилизованные синими. Не забывайте участвовать в конкурсе и оставлять один свой вакампу в комментариях под этим видео. Желаю всем удачи и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok